Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как пережить смерть домашнего питомца? Речь идет о кошке, которая была после 15 лет проживания. Я вам соболезную, соболезную вашей потерю. Если прямо говорить о рекомендациях, то основной момент это то, что вы не хотите расслабить свою маму. Потому что нет способа лучше прожить боль. Это делиться и проживать вместе с другим человеком. А вот то, что вы чувствуете. Потому что да, это больно. Потому что да, это ужасно. Потому что да, ничего не хочется. Абсолютно. Ну, я имею ввиду вот в моменте, когда это произошло, ничего не хочется. И это нормально. Абсолютно. Вот. То, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, это абсолютно нормально, на мой взгляд. Вот. Но, чтобы это адекватно прожить, нужно именно кому-то это проживать, именно с кем-то это проживать нужно. Понимаете? А вы боитесь, вы боитесь нам расстроить. Вот. Ну, и при таком подходе, при таком подходе, само собой, что ваши чувства, вот, ну, будут оставаться в туне. Вот. К, ну, к моему большому, к сожалению, это будет, вот, скорее всего, именно, именно так. Поэтому первое, что нужно, это заручиться, заручиться, так скажем, поддержкой человека, которого вы могли бы доверять, вот, заручиться поддержкой человека человека, на которого вы могли бы положиться, и вместе с этим человеком проживать вот эту боль, которую вы испытываете. Столько, сколько нужно, это первый аспект. Второй аспект, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, что именно, что конкретное, вы потеряли все свои, ну, все уходом питомца своего. То есть, да, вы говорите об этом. Вы говорите о том, что вы потеряли. Вы говорите о том, что без нее вам тяжело. Никто не встречает, да, ни от того, что было. А что это? Ведь не сложно заметить, исходя из вашего текста, не сложно заметить, что вы как будто бы одна из вас, нет партнера, вот. Вот. И вы живете с родителями. Вот. Ну, извините. Это не сложно заметить. То есть, вероятно, вы чувствуете себя одинок. Вот. Это чувство естественное, это чувство нормальное. Что вы чувствуете, что вы ощущаете себя одинок. Вот. Ну, дело здесь не в кошке, а дело здесь в другом. Вот. Вот. Поэтому после того, как вы проживете свою боль, вам, на мой взгляд, нужно будет начинать заниматься своей жизнью и организовывать свою жизнь так, чтобы она вас устраивала, чтобы она вам нравила. Чтобы в ней было то, что вы хотели бы. Вот. Чтобы в ней было всего то, что вы хотели бы. И чтобы вы не зависели конкретно от одного, скажем так, существа. Как бы это неприятно для вас, может быть. Сейчас не звучало. Я понимаю, что это может быть неприятно. То есть, попробуйте увидеть, что именно вы их потеряли. с выходом своего потенции. Что именно вы лишились с выходом своего потенции. Я думаю, что если вы, ну, в полной мере уделите этому свое внимание, вот. Я думаю, что если вы в полной мере обратите на это свое внимание, то ситуация, на мой взгляд, будет выправляться потихонечку. Именно потихонечку она будет выправляться, не сразу. Естественно, что не сразу, потому что нужно время. Нужно время. Вот. Но я думаю, что будем выправляться. Так вот. Если вы всю свою, допустим, ценность, вот, если вы всю свою ценность, например, свели к одному существо, ну, если вы все свои вот, ну, потребности, да, все свои, ну, вот, все свои потребности, например, любить, да, свели к одному, конечно, нам будет больно. Естественно, вам будет больно. По-другому невозможно. Вот. Это неприятно, но это так. Вот. Понимаете, понимаете, да? Поэтому работать, на мой взгляд, вам нужно и в этом направлении, в том числе. Если вы хотите, конечно. Если вы хотите, конечно. На что еще хочется обратить ваше внимание? На что еще? А еще хочется обратить ваше внимание, пожалуй, на то, что вы хотите как будто бы избавиться от боли. То есть, как будто бы вы хотите, чтобы вам не было больно. Нет, я ни в коем случае вас не обвиняю. Я не говорю о том, что вы не правы и что вы не должны избавляться от боли. Но попробуйте просто увидеть, от чего именно вы хотите избавиться? Что вам здесь тяжелее всего? Возможно, вы сможете увидеть, что вы оказались, так скажем, в определенном положении, да? Вы оказались в определенном состоянии, которое, может быть, вам не слишком нравится. То есть, вы оказались перед чем-то, внутри себя, внутри себя. Например, вы оказались перед чем-то, что вам больно. Например, вы оказались перед чем-то, что вам тяжело. Например, и с чем-то, с чем вам не хочется сталкиваться. Вот. Потому что в таком случае придется что-то менять. И вот у меня вопрос. Есть ли у вас друзья? Как вы проводите время? Ну да, в смысле. Вот. Насколько вы удовлетворены своей жизнью? И удовлетворены ли вы ей вообще? Вот. 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 Вот на эти вещи, как мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Да. Потому что это важно. Ну, естественно, если вы этого хотите. То, как бы, о чем тогда, ну, говорить в этом смысле, да, в этом случае. Вот. Говорит об этом. Говорит об этом. Говорит не о чем. В таком случае тогда. Вот. Вот. Вот поэтому я думаю, я думаю, что вот примерно такой ответ вам можно дать. предложить именно с точки зрения психологии и с точки зрения психологии. Да. Потеря. 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 Вот. Ну, домашнего животного. Вн Если всякего сомнения являются травмой. Вот. Вне всяких сомнений это психотравма для вас. Её нужно проживать. Ну? На мой взгляд. На мой взгляд. Поскольку это потрясение определённое, вот. То вам можно делать выводы из этого. Вот. То есть вам можно воспользоваться импульсом. Вот. Воспользоваться стимулом. Поскольку вы уже выбиты из колеи. Сейчас. Вот. Вот. И в общем-то и целом. Начинать менять свою жизнь. Вот. Хотя бы в смысле того, чтобы вам было с кем. Проживать. Тяжёлый для себя момент. Чтобы вы не ощущали себя одну. В этот вот. Ну в этот. В этот. Ну в этот. В этот. В этот. В этот момент. Вот. Что бы вы не чувствовали себя. Ну одной. Эээ. Хотя бы. Вот. А вот. Пожалуй. Как бы я мог вам ответить. Сейчас. Эээ. Естественно. Соболезнов. Вашей. Эээ. Утрате. Вот. Соболезнов вашей. Батери. Эээ. Предлагаю вам. Эээ. Помощь по. Проживанию. Эээ. Ну. Помощь по. Эээ. Эээ. Ну. Предлагаю вам. Помощь в проживании. Что-то. Негативного. Очень. Тяжёлого. Тяжёлого. Эээ. Периода. В. Вашей жизни. Вот. Если вы конечно этого хотите. Вот. Эээ. Будем вам благодарен. За. Обратную связь. Эээ. По. Моему. Ответу. Эээ. 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 Позволит. Эээ. 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 Начать. Эээ. Работу над собой. Позволит вам. Эээ. 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 Ээээ. 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 Ээээээ. работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь к вам. Помощью не затягивайте и вам обязательно будет легче.